МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 20.30 в Новосибирске области в прямом эфире канала ОТС. Информационные итоги дня в студии. Екатерина Чехомирова, здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Фактически колебательный спектр для любого вещества это как отпечаток пальцев, то есть его невозможно спутать ни с чем. Президентская стипендия для исследователей. Как сибирские ученые расшифровывают геном, изобретают лекарства и помогают нефтянникам. Тяжело, конечно, но возможно. Некоторые слова, которые я вообще не говорила, теперь я говорю. Научить заново ходить и говорить, как побеждают болезни, при которых организм разрушает собственные клетки. Международный олимпийский комитет пытается отправить в длительный нокаут российский бокс. Наши спортсмены считают, что это очередная страшилка. 35 лет пугают, а когда выходят на ринг, считается. В левом углу боксеры, в правом чиновники. Кого ждет нокаут, если старейший вид спорта исключат из олимпийской программы? Сейчас об этих и других событиях подробно. Сегодня в Ленинском районе Новосибирска прошел совет директоров промышленных предприятий. Топ-менеджеры обсудили жесткую политику фискальных органов и нехватку рабочих рук. Одно из предложений – обязать выпускников профильных колледжей отрабатывать на заводах не менее пяти лет. Промышленники решили собираться несколько раз в год, чтобы выработать единый подход к решению актуальных вопросов. Очень важно, что вот это объединение, оно долгое время существует, потому что мы знаем опыт различных территориальных объединений, профессиональных объединений, отраслевых. Не все из них могут долгое время работать. Иногда интерес к совместной деятельности пропадает. Мне очень важно именно встретиться с наиболее активными руководителями для того, чтобы даже не то, чтобы познакомиться, конечно, познакомиться тоже, безусловно, важно, но и для того, чтобы почувствовать вот ту ситуацию, которая сегодня складывается и в промышленности Новосибирска, да и, собственно, в Ленинском районе. Ученый из НГУ получил стипендию президента за исследование новых лекарственных препаратов. Отмечу, в университете создают менее токсичные аналоги таблеток, которые уже широко применяют врачи. И перед клиническими опытами оптимизируют формулы действующих веществ. Инфракрасный спектрометр, он позволяет достаточно быстро и качественно идентифицировать вещество. Фактически колебательный спектр для любого вещества – это как отпечаток пальцев, то есть его невозможно спутать ни с чем. Кривые на этих графиках – цифровое отражение модификаций лекарственных веществ. Прямо сейчас спектрометр анализирует новую формулу метацетамола. Эту менее токсичную альтернативу парацетамолу создали в НГУ. Прежде чем экспериментировать с готовым веществом, теоретики моделируют соединения на компьютере. Расчетные методы – неотъемлемый этап создания новых форм лекарственных веществ. Сначала новые соединения выглядят как набор букв и цифр. И уже после эти символы можно визуализировать в привычную форму. Исследования Дмитрия Рычкова заключаются в том, чтобы уменьшить количество ошибок, повысить точность расчетов и компьютерных прогнозов. Чем точнее смоделируешь формулу нового вещества, тем меньше ресурсов и финансов потребуется для экспериментальной проверки. Теоретики, да, или расчетчики, скажем так, не вполне понимают людей, которые занимаются экспериментальной химией, и наоборот. Вопрос именно в том, чтобы объединить эти направления, и чтобы найти точки соприкосновения, которые дадут оптимальный путь для создания новых форм. Путь лекарства из лаборатории в аптеку длинный, в среднем уходит 15 лет. Однако подобные методики и теории помогают существенно сократить время исследований уже на начальном этапе поиски новых соединений. Екатерина Киселева и Артем Валевич, Новости ОТС. В Новосибирской области тестируют новый стандарт подготовки кадров для промышленных предприятий. Наш регион вошел в число 20 территорий России, где запустили этот пилотный проект. Экономике промышленности нужны новые кадры, активные, владеющие современными технологиями и знаниями, готовые к инновациям, постоянному повышению квалификации в соответствии с запросами времени. И мы рассчитываем, что внедрение новых кадровых стандартов поможет нам сформировать необходимое количество именно таких современных профессионалов высокого класса. В Новосибирске есть развитая структура 20 ресурсных центров, которые готовят специалистов высокого уровня. За основу берут дуальное образование, то есть студенты колледжей и вузов по договору проходят стажировку на предприятиях, затем устраиваются туда на работу. По-прежнему наблюдается высокий уровень заявленной работодателями потребностей в рабочих и специалистах среднего звена, который составляет 75%. В регионе была выстроена система взаимодействия учреждений с постработодателями, заказчиками кадров. Сформирована новая инфраструктура подготовки кадров, включающая 20 ресурсных центров, 17 отраслевых советов, 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Компании по установке домофонов вновь жалуются на нечестные приемы конкурентов. Если с началом передела рынка электронные замки выводили из строя, то теперь устройства заменяют безведомо обслуживающие организации. Рассказывает Екатерина Широкова. Сейчас двери в подъезды закрыты. Однако, по словам жильцов, в январские морозы две недели в подъезде ночевали алкоголики и наркоманы. Домофоны не работали. Электронные замки одной фирмы сняли и установили другие. Владельцы квартир согласия на это не давали. А представители новой компании объяснять, почему заменили оборудование, не стали. Пришли и начали резать. Мы вышли, стали интересоваться, что происходит. А что они скажут, если они... Они вырезали наше оборудование, значит, попортили дверь, вырезали еще дырку, свое оборудование поставили. Соответственно, ничего не сказали. По словам старшего по дому, смену компании обсуждали на собрании еще летом. Правда, присутствовали не все жильцы. Фирма пообещала установить бесплатное видеонаблюдение. Однако, когда электронные замки заменили, выяснилось, нужно платить. Я говорю, а когда будет видеонаблюдение, как нам потом доступ, как будет осуществляться к видеонаблюдению подъездному? Он говорит, а видеонаблюдение у вас не предусмотрено. Я говорю, как не предусмотрено, если мы за вас проголосовали именно по этому поводу? Он говорит, это только в девятиэтажках бесплатно, а вы должны заплату. В компании, которая 10 лет обслуживала этот дом, обвиняют конкурентов в нечестной игре. Оборудование снимается, меняется, устанавливается новое и предлагается в момент замены ключей подписание новых договоров. То есть, по факту, это принуждение людей к подписанию договора. Однако, в фирме, которая поменяла домофоны, не согласны с претензиями. Было голосование жильцов. Жильцы выбрали нашу домофонную компанию. Есть соответствующий протокол. Ну, то есть, все строго в рамках закона, разумеется. Сейчас жильцы переголосовали, насколько я понимаю, и выбрали другую домофонную компанию. Это их право. Мы за здоровую конкуренцию. Главное, чтобы она всегда была в рамках закона. Обвиняют в нечестной конкуренции фирмы по установке домофонов друг к другу уже не в первый раз. Перед Новым годом в Новосибирске испортили около ста устройств. Просверлили насквозь дисплеи и платы. Екатерина Широкова, Алексей Погодин. Новости ОТС. Не остаться без газа. Поставщики грозят перекрыть вентиль тем, кто не заключил соглашение о техническом обслуживании оборудования. Для таких абонентов подачу голубого топлива приостановят, даже если за ними не числится никаких долгов по оплате. И это будет законно. Заключить договор обязанность каждого потребителя, чтобы специалисты могли проверить все оборудование и выявить дефекты. Если абоненту перекрыли газ, он должен будет оплатить из своего кармана работы по отключению, обратному включению и штраф за отсутствие документа. Сумма до 2000 рублей. 3000 новосибирцев и жителей области уже определили, какие улицы и дворы в регионе нужно благоустроить в первую очередь. Но голосование еще впереди. И за улучшение каждой конкретной территории еще придется побороться. Для этого нужно заполнить бюллетень, нужно указать фамилию и отчество ваше, контактный номер телефона, адрес электронной почты, если есть паспортные данные. Фойе администрации Ленинского района Новосибирска сегодня больше напоминает избирательный участок. Только все не так строго, как на настоящих выборах бюллетеней в открытом доступе. Урны еще не заполнены и наполовину, но даже это количество бюллетеней говорит о том, что новосибирцы неравнодушны. Ведь в каждом листке как минимум одно предложение, и любой из них может стать судьбоносным. Это пока еще не голосование. В бюллетень все желающие вписывают места в своем городе, максимум три, которые, по их мнению, нужно благоустроить в первую очередь. Тех, кто пришел сегодня в администрацию Ленинского района, например, беспокоит судьба монумента славы Троицкого сквера. Я думаю, что нам не должно быть безразлично о том, какие территории, когда и как будут благоустроиться в нашем городе, а конкретно в Ленинском районе. Подсчитывают предложения ежедневно. На сегодня их около трех с половиной тысяч. Это данные по области. Судя по активности, будет гораздо больше. Муниципалитеты сами определяли количество необходимых точек по сбору предложений. Но после того, как начали сбор предложений, было очень много обращений, и муниципалитеты отреагировали. Если взять город Новосибирск, у них было пять точек приема предложений. Сейчас они открыли дополнительно. Сейчас их 17. Полный перечень этих точек с адресами есть на сайте «Грин Новосибирск», «Зеленый Новосибирск». Вся информация о голосовании там есть. И кроме того, там же размещена форма вот этого предложения. Если кто-то хочет, он может самостоятельно скачать ее с сайта, заполнить и принести в ту точку, которая ему ближе. После 9 февраля из предложений выберут самые популярные. Именно они войдут в бюллетень, и в конце марта любой желающий сможет проголосовать за понравившийся проект. Кстати, в любом случае войдут в бюллетень проекты реконструкции улицы Ленина, Затулинского парка и аллеи на Красном проспекте. Мария Черешнева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Это информационные итоги дня, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. Кривая, да? И вот она вверх пошла. Это значит, что вот этот кусочек генома, там что-то сидит такое, что вносит вклад в индивидуальную предрасположенность к данному заболеванию. В Новосибирской области появится общественный контроль за проведением выборов. Независимые наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках. Небольшая новосибирская компания по производству оборудования для добычи нефти, благодаря своему инновационному изобретению, стала лидером российского рынка и даже обошла иностранных конкурентов. Засветись! Мастерская ваших идей. Определить цвет волос, рост и этническую принадлежность по генотипу. Такие задачи решают студенты государственного университета на практических занятиях. В Новосибирске их проводят ведущие ученые двух стран – России и Бельгии. Мы как-то это измеряем, какая-то будет кривая, и вот она вверх пошла, это значит, что вот этот кусочек генома, там что-то сидит такое, что вносит вклад в индивидуальную предрасположенность к данному заболеванию. Этот отрезок генома – сигнал для ученых. От закодированного здесь белка напрямую зависит предрасположенность человека к сердечно-сосудистым заболеваниям. Задача генетиков – найти подобные мишени в других тканях и определить, как они действуют. Пример такого сигнала – высокий уровень холестерина. Воздействуя на этот маркер, можно снизить риски ишемической болезни сердца. И получается, что в общем и целом большая доль предрасположенности к ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям диктуется генетически. Но очень много сидит и в среде. Более того, с генами вы ничего не можете сделать. Гены, как вы получили от родителей, вы с ними ничего не можете делать. То, как вы живете, в том числе и ваш индекс массы тела, ваши холестерины, ходите ли вы на спорт раз в год или раз в неделю, это вы можете менять. Секреты генетики сегодня рассказывают студентам со всей России. В НГУ проводят интенсивный курс по теории и практике генетической науки. Узнать о человеке все, глядя лишь на набор генов, такую задачу предстоит решить в конце недельного обучения. Им показывают некий комплекс всех мероприятий, которые экспериментов проводят от самого начала, когда мы собираем ДНК, как мы анализируем эти данные, и что с помощью генетических методов мы можем посмотреть в этих геномах, какие болезни можем там найти или не найти, какие риски болезни предсказать, и какие популяционные исследования можем предсказать, например, этническое происхождение человека. Если в Академгородке сильны теоретики, то коллеги из Бельгии могут поделиться практическими результатами. Там открытия из лаборатории тут же попадают в фармакологические компании. Они имеют хорошее представление о том, какие это данные и что из них можно извлечь, какое биологическое знание из них можно извлечь, которое будет важно как для задачи, можно сказать, фундаментальной генетики, так и для прикладных задач, таких как как раз предъективная медицина, персонализированная медицина человека. Подобные зимние школы в НГУ проводят регулярно. Участие бесплатное для всех студентов. В этом году отобрали 25 участников из 50. Для этого курса обязательным условием было знание базовых основ генетики и английского языка, на котором читают лекции. Сергей Толомачев, Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС. По другим темам. Забирать автомобили у пьяных водителей не будут. Новый законопроект получил отрицательный отзыв в правительстве России и в Верховном суде. Напомню, ранее депутаты предлагали конфискацию автомобиля, в случае, если его владелец второй раз попался в состояние опьянения. Однако в этом случае возникает правовая коллизия, ведь человек может ездить по доверенности и не являться собственником автомобиля. В Новосибирской области с пьянством за рулем пока борются традиционными способами. И результаты есть. Впервые с 2014 года зафиксировано уменьшение числа дорожных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Вместе тем, каждое восьмое дорожное происшествие в регионе произошло с участием водителей с признаками опьянения. 220 человек или 81% погибли в дорожных происшествиях по вине водителей. Каждый третий человек погиб по вине нетрезвых водителей. Каждый четвертый при выезде на полосу встречного движения. Сегодня в областном центре обсуждали новую систему контроля на избирательных участках. Впервые появился на самом деле независимый контроль за выбором, когда общественные палаты стали участвовать в общественном контроле. Потому что представители участвующих в партии кандидатов, они не могут считаться независимыми. У них свои интересы, свои какие-то видения. И они следят больше друг за другом, чем за вообще независимостью. Это очень повлияет на прозрачность, это очень повлияет на легитимность. В день выбора президента 18 марта независимые наблюдатели будут на всех избирательных участках. А дополнительная команда волонтеров, такое будет впервые, поможет проголосовать пенсионерам и инвалидам, проводить до участка и при необходимости ответить на вопросы. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас действительно за работой, за происходящим на избирательных участках как можно больше наблюдателей, представителей общественности находилось. И в рамках закона сейчас это возможно. Мы заинтересованы в том, чтобы они действительно там присутствовали и действительно могли наблюдение осуществлять объективно. Сегодня в Новосибирске открыли школу неврологов. Ведущие врачи рассказывают о новых возможностях терапии редких заболеваний, когда по неизвестным причинам организм начинает принимать собственные клетки за врагов и уничтожать их. Подробности в сюжете моих коллег. Возвращение бабушки с нетерпением ждут семь внуков. Надежда Овчинникова уже третий раз в больнице. Первые симптомы появились в конце лета. Думала, начала слепнуть. Оказалось, мястенье. Началось у меня зрение, вот правая сторона, как раздвоение. Начала лечиться. И потом опустилась одно век, и второе. И вот обследуюсь. Таблетки назначили. И вот глаза стали подниматься. Вот так вот все ходили. А сейчас стали подниматься. Юлия хорошо помнит вечер, который стал точкой отсчета. Два года назад неожиданно перестала ходить и говорить. В областном центре рассеянного склероза поставили диагноз. Редкий. Оптиками элит. Сначала я не могла вообще ходить. Многие не ходили совершенно. Потом начала ходить. Тяжело, конечно, но возможно. Некоторые слова, которые я вообще не говорила. Теперь я говорю. Аутоиммунные заболевания чаще всего встречаются у женщин. В последнее время даже молодых. В чем смысл вот этих аутоиммунных поломок, да? Это агрессия, я уже говорила, иммунитета на свои собственные органы и ткани. На неизмененные нормальные. И эту агрессию надо как-то остановить, да? И для этого используются очень серьезные препараты. В стационар попадают наиболее тяжелые пациенты. Им уточняют диагноз, подбирают лечение. Терапия пожизненная. Терапия направлена на профилактику обострений, на профилактику рецидива. И вся цель нашей терапии – это вывести пациента в ремиссию, чтобы у него не случались обострения, ухудшения, чтобы он жил полной жизнью, чувствовал себя как здоровый человек. Но с современными препаратами это все больше и больше удается. Чем раньше поставили диагноз и начали лечение, тем лучше прогноз. Кроме лекарственных препаратов используют ЛФК, физиотерапию, массаж. Пациенты реагируют по-разному. Но, конечно, как правило, это такая вот острая реакция, потому что, конечно, заболевание хроническое. К сожалению, достоверной информации про это заболевание мало в интернете. Мы всегда говорим, не читайте, лучше придите к нам и задайте вопрос. Мы проводим школу для пациентов, где достоверно даем информацию. Проблема аутоиммунных заболеваний остро стоит во многих странах. Так, в Новосибирской области больных миостынией, которые считали редким диагнозом, за два года стало больше на 100 человек. Синдром Сусака во всем мире около 100 пациентов. Троих не так давно выявили в нашем регионе. Впрочем, влияют на эту статистику и новые знания, получить которые можно на таких школах неврологов, чтобы потом распознать тяжелые заболевания на раннем этапе. Светлана Тимонова, Наталья Цопина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Новосибирские компании нашли способ автоматизировать добычу нефти из скважин и сократить штат сотрудников на месторождениях. Екатерина Широкова продолжит тему. Изобретение на рынок вышло два года назад. Но журналистам о проекте рассказывают впервые. Жесткая конкуренция создает трудности. За небольшую фирму перед инвесторами поручился технопарк. Банки отказали в миллионных кредитах. Зато теперь изобретение новосибирских ученых позволяет экономить миллионы нефтедобытчикам. Закачка газа в скважину для того, чтобы вам можно было поднимать ту жидкость, в которой у вас скважина находится, при помощи энергии газа. А вот как закачивать газ, в каком объеме, под каким давлением и так далее, это наш оборудование позволяет сделать. Сейчас на многих месторождениях эту регулировку производят вручную. А к каждой скважине нужен индивидуальный подход. Закачивая одинаковое количество газа, есть риск получить меньше черного золота, чем есть в недрах. Персонал, который с определенной периодичностью выезжает в поле, объезжает все многочисленные скважины, на определенный радиус крутят вентиль, потом на базе своего опыта понимают, достаточно или недостаточно закрутили. А наше решение позволяет полностью исключить вот эти ручные операции. Некоторые детали приходится заказывать из-за рубежа, однако большинство обеспечивают компанией из технопарка Академгородка. Сотрудничать с заводами невыгодно. Иногда необходимо штучное производство. Сердце блока – запорно-регулирующий клапан. Его принцип работы похож на работу обычного крана. Когда игла опускается, подача газа уменьшается. Когда поднимается, увеличивается. Казалось бы, механизм простой. Правда, за ним стоят высокотехнологичные IT-решения. В Новосибирске собирают компьютерный блок и программируют. Остальные детали производят в Оренбурге. Говорят, такая технология позволит заказчику сократить затраты процентов на 15 и увеличить добычу. Екатерина Широкова, Александр Ведерников. Новости ОТС. Маленькая Пума в Новосибирском зоопарке претендует на звание всеобщей любимицы. Количество публикаций в электронных СМИ и соцсетях о первых публичных днях животного говорит о популярности не меньшей, чем у белых медведей, когда они еще были медвежатами. И вот очередная новость из жизни семейства Пум. Специалистам удалось определить пол пятнистого и голубоглазого малыша. Это девочка, которую в зоопарке нарекли Софии. Несмотря на то, что маленькая Пума уже окрепла, мать все еще следует за ней по пятам. Специалисты зоопарка говорят, такое повышенное внимание самки к детенышу сохранится еще полгода. В Международном Олимпийском комитете назревает очередной скандал после отлучения от игр ряда российских спортсменов. Чиновники задумались о дисквалификации целого вида спорта. Удар ниже пояса хотят нанести боксерам. Мой коллега Александр Куршев надел перчатки и отправился выяснять, кому выгодно отправить нокаут. Миллионы болельщиков по всему миру. 1972 год. 20-я Олимпиада Мюнхена. Вячеслав Лемешев, легендарный советский российский боксер-любитель, через несколько минут после сигнала отправляет в нокаут Финна Рэму Виртонену. На языке спортсменов выключает свет. Советские и российские боксеры во все времена держали удар. Привозили домой золото, бронзу, серебро. Кажется, сегодня в мире об этом забыли. Международный Олимпийский комитет пытается отправить в длительный нокаут российский бокс. Наши спортсмены считают, что это очередная страшилка. 35 лет пугают, а когда выходят на ринг, считается. Томас Бах, президент МОК, пригрозил вычеркнуть бокс из программы Игр 2020 в Токио, ссылаясь на сомнительное судейство боксерских матчей в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И все те же скандалы с допингом наших спортсменов. Впрочем, это уже не новость. Доказательств нет. Есть эмоции, которыми сегодня и руководствуется Олимпийский сполком, демонстрируя свою власть. Кому участвовать, а кому нет. Я думаю, что бокс – это тот вид спорта, без которого Олимпийские игры сильно-сильно потускнеют. Если есть претензии к Международной Федерации бокса, нельзя проводить параллели, что это как-то задевает специально нашу страну. Я так не считаю и не вижу здесь какой-то большой проблемы. То есть вообще бы не стал рассматривать об этом в этом контексте этот вопрос. А насчет, если вообще не касаясь бокса, то есть бесконечно эти, ну можно назвать придирки, да, я думаю, что тут, конечно, вопросы глобальные. И основная претензия, которая высказана Международным Олимпийским комитетом, нашему комитету, то, что у нас есть вмешательство государства в дела спорта. Сергей Татьявосян руководит специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по боксу. Рассказывает, в последнее время этот вид спорта стал очень популярен в Новосибирске. Открываются новые клубы, секции. Юноши толпами идут записываться на бокс. Чего не скажешь о некоторых районах области. Там закрывают то, что уже работает. Недофинансирование, отсутствие педагогов. Эту ситуацию нужно менять, считает боксер-любитель, бизнесмен Сергей Аистов. Именно бокс делает из мальчика мужчин. Обыграть, победить и поставить, собственно, вот еще себе там еще один плюсик. И новую планку. Что ты, да, и новую планку. Совершенно правильно, нет предела совершенства. Это момент первый. Второй момент, бокс, ну, по большому счету это драка. А мы знаем, что эмоции лучше всего разгружает драка. Как раз в этом плане. Сейчас в школе Олимпийского резерва боксуют больше 120 учеников. Возраст от 10 лет и старше. Среди них есть новосибирские звездочки, которые уже сверкают на российских и международных соревнованиях. Главная цель у каждого – олимпийская медаль. В ноябре в Москве пройдет боксерский конгресс, на котором выберут нового главу Международной Федерации, которым придется договариваться с Олимпийским комитетом. Александр Куршев, Эльн Дридулепов, Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 6 февраля. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Новости ОТС Новости ОТС Температура воздуха в четверг, днем минус 8-10, в пятницу минус 9-11. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»